Мои безобразия, секция, кружки и кружки по вытанцам, учатся каждый день и так, ладно! Всем привет! Меня зовут Мария Тройник, и я учусь в восьмом классе. За годы обучения в школе я поняла, что в школе учат не только знаниям, но и жизнью. В школе нас учат подчиняться. Например, подчиняться звонку. Ну, когда я слышу звонок, я на автомате ищу свободную парту, за которую не нужно успеть сесть. Да, перед началом сегодняшнего концерта было два звонка. Вам хорошо, вы сидели в буфете, а у меня за кулисами началась истерика. Там нет ни одной свободной парты. Я чуть не посидела. Если вы думаете, что звонок с урока — это благо, то вы сильно ошибаетесь. Когда я слышу звонок с урока, я встаю, хочу пойти на перемену и слышу. Тройник, дописывая предложение. И почему звонок на урок — это для учеников, а с урока — это для учителя? Какой тогда получил сигнал «учитель», чтобы идти на урок? Надо глянуть, что там у Папова по этому поводу написано. А вообще-то в школе очень странное представление о знаниях. Вот свет, например, химию. Мне, например, оперативки в голове не хватает, чтобы ее понять. Сижу себе на уроке, вся такая себя в форме, с декольте, с планшеткой, ресницами. Весь урок на химические формы выклопаю. А перед звонком единственный раз руку подняла. Впервые в жизни от игры оторвалась. И химичку всего лишь раз спросила. А зачем вы в каждой строчке, в скоках словах «он» пишете? Вы что, в разводе? Ой, что тут началось? Нет, химия и жизнь в моем понимании несовместимы. Какая к черту разница между щелочью и оливковым маслом? Главное, что сказать ему, чтобы на второе свидание хотя бы пришел. А вообще, глядя на своих одногласников, я понимаю, что прапрабабушкин лозунг «учиться, учиться и еще раз учиться» — это уже не ковлифа. Не хочу учиться, хочу балки игрой заколачивать. Вот явный лозунг современных школьников. Такое ощущение, что наиболее востребованными профессиями в недалеком будущем будут альфонист, майнкрафтолог и покемон-от-секерберговец. К этому все готовятся так серьезно, что прямо пара за шеей. Подходит вчера на перемене к ученке экономики моя младшая сестренка. Шестиклассница, ангел с честными голубыми глазенками и по-деловому так говорит. «Купите у меня читы, недорого, к бизнесу пригодна». Моего брата Кирилла научила играть классная руководительница. Представляете, перешел человек в пятый класс. Никого, как говорится, не трогал. А тут увидел, как она после урока в Икариан запускает. Это такая онлайн-стратегия, где нужно города строить. Лучше бы она этого не делала. Потому что пацаны объединились, пошли войной на эхилы городишка, разгромили все подчистую и контрибуцию потребовали. Больше бедная тетенька не играет. А вообще, пацаны в нашем классе непобедимы. Они ведь тренируются круглосуточно. Какие там пестики-тычихи. Даже кромальные картинки в конце учебника вызывают никакого интереса. Почему к уроку не подготовился? Спрашивает, как данного из них информатичка. Ответ был, что надо. Вы не понимаете, мне их посрочно прокачивать надо было. Так вы представляете, за этот ответ она его по информатике 12 в экстренном за год поставила. Хоть информатичка, хоть только подбесить с фортраном заточена, а понимает. Пацаны непобедимы. Уже давно никто никого в доске не называет. Нет. Если с одной точки зрения учителей вызвать, то, конечно, можно. Только мало кто выходит. Это ж надо от игры оторваться. Под каждым учебником телефон лежит. Пардон, гаджет. Кстати, слово «телефон» резко понижает рейтинг любого в нашей школе. Особенно это относится к молодым учителям и практиканкам. Как? Вы не понимаете разницу между iPad'ом и iPad'ом? И вы еще чему-то будете пытаться нас учить? Но самое интересное явление в нашей школе – это даже не дорога на мозг в школы. Это фонд нашей школы. Вот это вот настоящий бизнес-проект от тех, кто еще Наполеона видел. А про Секенберга ничего не знает. Нет. Молодцы учителя. Правда. А еще говорят, что боятся, чтобы мы у них подборными покемонов ловить не начали. Представьте, по школе ходит тетенька. У этой тетеньки есть тетрадка. И эта тетенька пристает к родителям. Каждого родителя, которого она поймает, должен положить в эту тетрадку деньги. Но самое интересное – эта тетенька не сотрудник нашей школы. Меня очень заинтересовала эта бизнес-модель. Я так поняла, что все дело в тетрадке. Когда я попыталась узнать, какая нужна тетрадка в клеточку или линейку, я там ничего не увидела. Кроме денег. Горы денег. Море денег. Бабло. Вы не представляете, какая у нашей школы капитализация. Вообще, родители должны быть очень удивлены, не увидев нашего фонда школы в Панамском досье. Когда я спросила учительницу, по каким предметам надо хорошо учиться, чтобы заполучить тетрадку с деньгами и возглавить фонд школы, то меня тут же пересадили за последнюю парту. Теперь хожу по школе и оглядываюсь. Спиной стараюсь никому не поворачиваться. Да, школа дает очень много пищи для размышлений. На этом у меня все. Спасибо. Расчёты.